Итак, дорогие студенты, преподаватели, сотрудники, гости. Сегодня у нас замечательный для нашей страны и замечательный для нашего ВОЗа праздник, День космонавтики. Традиционно мы такие дни, как День космонавтики, 23 февраля, День артиллерии, считаем нашими профессиональными праздниками. И к Дню космонавтики это относится в полной мере. У нас в Мехе в 1946 году был создан первый в Советском Союзе и на то время единственный факультет ракетстроения, который сконцентрировал в рамках себя все на тот период существующие прогрессивные идеи, прогрессивных преподавателей, прогрессивные научные кадры в области ракетстроения, то есть реактивных. Средства вооружения. И этот факультет, сейчас факультет А, который до сих пор эффективно продолжает работать и наращивает свои обороты, свою деятельность, в общем-то и являлся законодателем начала эры ракетстроения. И нам очень приятно, что это было в нашем родном военмехе. И никто у нас это право быть первыми. Военмех лучше всех, но в данном случае мы первыми, не одними. К настоящему времени космонавтика претерпевала очень сложный путь развития. Был период, когда говорили, что космос никому не нужен, тратится заряд деньги. Был период, когда наоборот почти все деньги вкладывали в Советском Союзе в оборонку и в космические технологии. Но сейчас мы приходим к какому-то определенному балансу, и мы начинаем понимать, что развитие космоса, развитие космической отрасли, в общем-то, нужно. Сейчас принята государственная программа развития космоса, и, в общем-то, она внедряется в жизнь. Все мы прекрасно понимаем, что космос — это не только непосредственно космические аппараты, запуск кораблей, это еще и ветвь развития науки. В космосе проводятся различные эксперименты, химические, физические, в тех условиях, которые нельзя создать на Земле. При проектировании, производстве и эксплуатации космических и ракетно-космических аппаратов, ракетоносителей, используются те технологии, которые двигают научно-технический прогресс. Там запредельные параметры, и скорость, и давление, и температура, и состояние вещества, оберегатные все запредельные. Там работают новые материалы, композиционные материалы, очень эффективно. И это тоже является развитием научно-технического прогресса. Безусловно, космос имеет отношение и к основному направлению военно-меха — это оборона, оборона защиты от рубежей нашей страны, что все более интенсивно развиваются боевые космические средства, и отдельно вот войск появился, космические войска. До этого были ракетные войска стратегического назначения, были объединены с космическими войсками. И это тоже признание того, что космические исследования нужны. Непосредственно 12 апреля, когда был совершен первый пилотируемый полет, военно-мех тоже имеет огромное отношение. И многие военно-мехацы общались с первым космонавтом на Земле Гагарину. И военно-меха имеет от него личное поздравление с Днем космонавтики. Многие наши конструктора работали над созданием ракеты. Дмитрий Ильич Козлов был первым заместителем по созданию известной «семерки», на которой летал Гагарин. Поэтому, конечно, этот праздник тоже отражение успехов, в том числе и инженеров, выпускников военно-меха, которые приложили к этому свою группу. Среди выпускников военно-меха много замечательных космонавтов. Георгий Михайлович Гречко, здесь они все представлены. Сергей Константинович Крикалев, который является представителем Попечистского Совета военно-меха. Андрей Борисенко. То есть очень много людей занимаются проектированием, конструированием космических аппаратов, работают в Роскосмосе и других предприятиях и концернах, связанных с освоением космического пространства. И, конечно, этот праздник, помимо воспоминаний о той истории, которая предшествует сегодняшнему дню, должен отдавать толчок и новому интересу, новому исследованию в области космонавтики. Мы активно пропагандируем историю космонавтики, современное состояние космонавтики в школе и в различных дошкольных кружках, школьных кружках, но самых родовых, недошкольных, простите, довузовских кружках, школьных кружках. И тоже очень важно, чтобы студенты, которых здесь достаточно много, понимали и занимались этой интересной темой. Я хочу в завершении всех преподавателей, студентов, сотрудников поздравить с днём космонавтики и уверен, что наши успехи в этой сфере и успехи в ММР всегда будут развиваться. Спасибо.